Привет друзья, вы на канале Смарт Плюс и сегодня будет чуть не типичное видео для канала, поскольку сегодня мы поговорим о пекарне, которую я собрал для монтажа видео, а также для создания музыки. А если бы я был геймером, то я даже смог бы пошпилить в современные игрухи. На средних настройках приблизительно это даже еще внимание без видеокарты. На ней получилось нехило так сэкономить. Да ты шо? Удивлены? Тогда поехали. Начну с того, что я не претендую на звание знатока в компьютерной сфере. Я скорее любитель в этом деле и чайник, скажу я вам откровенно. Притом я перелопатил много инфы, чтобы собрать себе машину. Потому может это избавит вас от долгих поисков и вы быстрее определитесь. Первый ПК, он же предпоследний, у меня появился еще в 2006 году, который покупался там для курсовых видосиков и так далее. На базе одноядерного процессора AMD Athlon 3000+, с частотой 1,8 ГГц и оперативной памятью на 512 МБ и с винтом на 80 ГГц. На то время это была середина, хотя конечно оперативы добавил со временем. Еще даже застал времена использования в флопе дисков. Тут есть куда их совать и он даже с радостью бы и сейчас прочитал такой ностальджи. С играми не особо срослось конечно, потому что видеокарта не докупалась. Но тем не менее, Вормс и с друзьями под пивко залипали еще как. Ну и конечно Half-Life и Counter-Strike 1.6. Тянул как зверь. Кстати, лайк, кто помнит эти времена. Сейчас конечно настали другие, все-таки 12 лет прошло, но он до сих пор работает и не собирается сдаваться в ближайших лет, наверное так еще 50. Отец смотрит о рыбалке, тянет зверский ютюб в разрешении 480p. Мать играет в косынку, ну и загуглить что-то сойдет. А AMD живой. Комп стоял и работал чаще в нежилой комнатушке, потому там завелась некая живность, паучки всякие и так далее. Нужно немного почистить от налаженной экосистемы внутри. Далее я решил взять себе ноутбук для работы с документами и браузинга. Выбор пал на бюджетную модель от Asus. Потом же месяц совсем назад я давно увлекаясь техникой и смартфонами решил создать канал как хобби и делать как чайник на этом ноуте видосы. Ты че 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 что я? Хоть и сомневался что это реально. Только вдумайтесь, тут сверхбюджетный двухъядерный процессор от Intel N360 со зверским турбобустом до 248. И 4 гигабайта Asus, прямо как в моем смартфоне. И кстати, расширить нельзя, Asus распаяна на плате. Чего блять? И жесткий диск на 500 гигабайт со скоростью 5200 оборотов. И не поверите, что-то да и вышло. Посло наличие самой примитивной, но дискретной графики. Nvidia GeForce 810M. Кто в теме, тот поймет. Но именно она, хоть и с жуткими тормозами, но позволила монтировать ролики. И вы снова не поверите, но ролик еще трехнедельной давности о распаковке смартфона Huawei Nova 2 был смонтирован именно на этом ноуте. Но чем дальше заходило дело, тем больше я понимал, что нужно что-то менять, потому что процесс монтажа убивал нервные клетки. А рендер 10-минутного видео занимал около часа, а иногда и больше. Тогда же я, как истинный чайник, занялся мониторингом рынка. Искал разные варианты. Ноутбуки с приличными характеристиками стоят очень дорого. Для моих целей это примерно 1500-2000 долларов. Так что как-то не то, да и понял, что большой монитор это тема. Перечитав кучу статей и пересмотрев кучу видосов, осознал, что для меня лучшим вариантом будет пекарня на базе процессора Ryzen от AMD. Мой выбор пал на Ryzen 5 2400G. Все дело в том, что в нем стоит очень нехилая такая интегрированная графика Vega 11, что по производительности примерно на одном уровне с дискретной видяхой GT 1030. В связке с процессором каким-то Intel Core i5-7600 или даже Intel Core i5-8400. Да, конечно, интелы с видяхой может и чуть лучше будут тащить в играх, но помните для чего я собирал ПК? Для работы с видео и звуком, хоть играть на нем вполне можно. И разница будет минимальная. Теперь главное, цены. Заходим на сайт известного в Украине магазина, смотрим стоимость процессора Ryzen 5 2400G. На данный момент это 4600 гривен, что равно 175 долларов, а это в свою очередь 11000 рублей. Теперь же смотрим на цену Intel Core i5-7600, это 6700 гривен или 262 доллара или приблизительно 16500 рублей на данный момент. Ну и добавим сюда видяшку GT 1030 за 2777 гривен. Что равно 105 долларов или 6650 рублей. Вместе это 367 долларов против 175 за Ryzen. Думаю, вы чувствуете разницу. А для тех, у кого уж совсем бюджет ограничен, есть вариант AMD Ryzen 3 2200G. Там тоже 4 ядра, но потоков уже не 8, а 4, и в нем стоит уже не Vega 11, а Vega 8, что тоже очень неплохо. И скажу я вам, цена ощутимо ниже даже чем Ryzen 5 2400G. Загляните в описание, но это в районе 120 долларов. Цены плюс-минус могут отличаться, немного оставлю в описании, где покупал комплектуху и для Украины, и для России. Любуйтесь на них при желании, но то, что Ryzen выгоден, это факт. Хорошо, теперь материнка. Одной из идей сборки была возможность апгрейда в будущем. Потому мне важно, чтобы слотов под оперативу было 4. Выбор пал на материнку от Asus Prime B350MA. И кстати, вроде как разогнать проц на ней тоже вполне можно, но я этим заниматься не буду. И забегая наперед, скажу, что производительности мне вполне достаточно. Также данная материнка поддерживает жесткие диски нового стандарта типа M.2 SSD. В общем, Asus в этом плане очень неплох. Если хотите дешевле, то их тоже полно для этого сокета, а М4 я имею в виду. А обошлась бы она мне в 92 доллара, если бы я не купил ее у знакомого мастера дешевле. Плюс без данной материнки, мне попался уже с новой прошивкой, и процек сразу зафуручил с ней. Еще тут есть все необходимые выходы, порты там, ну смотрите сами. В перспективе можно подключить еще один монитор, а при желании будут работать все три. Теперь оператива. Все мы знаем, что процеки AMD любят быструю оперативку. И выбор пал на популярный вариант Kingston HyperX Fury DDR4 2400. Две плашки на 8 гиг. Ее можно легко разогнать до 3200 в биосе, если поиграться с напряжением и таймингами. Но этим пусть занимаются гики в этой сфере. Я просто поднял частоту до 2866 ГГц на стоковых таймингах и напряжении. И все работает стабильно и гладко. Для того, чтобы обеспечить двухканал, помним, что для этого нужно их ставить через один слот. Брать две планки по 4 гигабайта в 2018 я посчитал уже не актуальным. Эти две плашки оказались дороже даже самого процессора, ведь сама планка стоит примерно 100 долларов. Но что поделать, в сборке отсутствует видеокарта, а встроенное ядро будет использовать как раз таки оперативу. Который у меня хватает. А при надобности в будущем можно докупить еще. Винчестер выбрал на терабайт пока что. И вы знаете, он меня вполне устраивает. Тихий и 7200 оборотов. Но подсистему обязательно на сегодня SSD диск. Это очень ускоряет ее. Поставил SSD от Silicon Power на 120 гиг. Блок питания был выбран недорогой AeroCool VX 550 на 550 ватт. Его плюс в том, что он работает довольно тихо и потянет апгрейд в будущем. Это у нас 30 долларов. Теперь для системника нужен, конечно, корпус. Слушая внимательно. Game Max. Game Max. H603. Я купил его по месту. Купил, что было из нормального у себя в городе. И это стоимостью примерно 28 долларов. Недорого и достаточно качественно, я вам скажу. А главное, micro ATX формат. Небольшая бандура, а красивый и небольшой корпус. Под стать материнской плате. В комплекте шел кулер на выдув кислотного синего цвета. Сразу же был вынут и временно вставлен кулер черного цвета без подсветки. Дальше в цвет подсветки материнки я заказал недорогой кулер с оранжевой подсветкой Cooling Baby. Понравился он мне красотой и тихой работой в итоге. И мягкой для глаз подсветкой. Ну и ноги пусть освещают внизу немного в полной темноте. Также можно поставить еще два кулера на вдув. Но так как видяхи пока нет, можно не ставить. Ведь я люблю тихую работу. Для того, чтобы кулер сзади затягивал воздух с передка корпуса для охлаждения компонентов, а не через дырку сверху, пока нет кулера на вдув, вот такая приблуда из кожи молодого дракона. Тяга спереду сразу улучшается. Ладно, теперь посчитаем сколько потратили. На все про все ушло примерно 610 долларов. Если округлить, то 600 долларов. Я покупал скешбек от Letyshops, как раз где-то 10 баксов сэкономил, потому 600. Кстати, кому нужно, ссыль тоже в описании. В общем, все это в районе 16 тысяч гривен или 37 тысяч 800 рублей. И это с учетом того, что я брал не повсеместно самые дешевые комплектующие. На крайняк я мог сэкономить на оперативе, материнке, перебиваться без SSD диска и даже на корпусе. Как минимум в долларов 100-150 можно было ужать бюджет. Кстати, тот же Ryzen 3 ощутимо дешевле. Но я делал сборку на будущее и с перспективой апгрейда. Сюда станет видяха какая-нибудь GT 1060 на 6 гигабайт со временем может, и оперативы станет больше. И даже может сам проц можно будет заменить потом на какой-нибудь Ryzen 7, коль уже видяхой обзаведусь. Теперь самое интересное. Проведем небольшой тест. Для начала я открою 4 довольно увесистых и тяжелых программ от Adobe. Photoshop, Premiere, Encoder и After Effects. И посмотрим, как они открываются одновременно. И знаете что? Мой ноут открывал бы их часа, наверное, пол. Если бы открыл, конечно, вообще в принципе. И быстродействие меня вполне радует. Теперь посмотрим, что выдаст Cinebench R15. А вот показатели CPU-Z. И, конечно, сравним с Core i5-7600K. Теперь, конечно же, парочка игр. Напомню, в сборке нет видеокарты. Это встроенное решение. GTA V. На средних настройках вполне можно играть, я вам скажу. Вы только представьте, это на одном только процессоре. Теперь запустим танки. Пробуем играть на высоких настройках. И скажу я вам, вполне играбельно. Теперь ради интереса выставим ультра настройки. И тут я вижу, что FPS ниже, конечно. Включаем FPS монитор. И действительно, количество кадров недостаточное для нормальной игры. И делаем вывод, что играть можно на высоких настройках, что неплохо для встроенной графики. И частота кадров вполне комфортна. Как видим, что для игр даже без видяхи на первое время вполне сойдет. А если сюда со временем доставить GT 1060 или хотя бы 1050 Ti, то мечта игромана сбудется, конечно. Еще о рендере видео. Если мой ноут рендерил 10-минутное видео около часа, то данная сборка около 10 минут, а может и меньше. Еще знающим людям скажу, что тут работает аппаратное ускорение за счет видеокарты. С картами GT это называется CUDA ускорение. На этом можно было и закончить. Большинство уже имеет мониторы и так далее. Так что можете выключать видео. Но так как комп собирался с нуля, вот еще что я прикупил. Монитор. Выбрал Philips на 23,8 дюйма. Главным критерием было отсутствие мерцания. Flicket Free. И IPS матрица. Но не меньше, чем 23 дюйма. Также рамки поменьше, чтобы с виду был более современный. Он не игровой в широком понимании слова, ведь тут 60 герц. Если вы заядливый игроман, то наверное сами в курсе, где и какие мониторы покупать. Зато тут есть много разъемов для подключения. Есть аналог данного монитора, даже чуть дешевле от Acer. Но и тут чего-то не хватает. Ага. Копеечные клава и мышка. Взял набор беспроводной. Потому что меня провода на столе, если честно, достали. Тут за эту цену все хорошо. И главное, внутри по одной стандартной батарейке. А для звука я выбрал себе внешнюю аудиокарту Steinberg UR22. Чем хороша, да тем, что тут два канала для записи, классные усилители D-PRE и регулятор уровней всегда под рукой. В общем, можно писать серьезные и вполне коммерческие вещи. Звук сейчас пишу тоже с ее помощью. Ну и вот рабочая станция полностью готова. Системник 600 долларов. Если сэкономить чуть на материнке, оперативе, корпусе и будет даже 500 и меньше. А если взять Ryzen 3, то и 450. В моем случае, если все брать с нуля с монитором и даже звуковой картой, то 945 долларов. Хорошо, что звуковуха уже была. Я знаю, что эта тема интересна любителям поиграть, а также бюджетные варианты люди ищут для работы с видео, графикой и звуком. Думаю, такой рабочий вариант за разумные деньги вполне можно собрать для монтажа видео, звука, 3D и игр. Надеюсь, я вам помог или хотя бы подсказал направление. Так что с вас лайк и подписка, если вам интересны гаджеты. С вами был Smart Plus. Всем отличного настроения и всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok